Много лет назад отгремела Великая Отечественная война, но поисковые отряды и сегодня находят павших защитников Родины. 31 октября на гражданском кладбище хутора Коржевского состоялось захоронение в братскую могилу останков павших бойцов. На траурном митинге побывали и наши корреспонденты. Говорят, война закончится тогда, когда будет найден и захоронен последний солдат. Поисковики клуба К-95, которые постоянно ведут работу по вековечиванию памяти погибших в Великой Отечественной войне, обнаружили останки 32 участников боёв при прорыве голубой линии. Более 70 лет они числились пропавшими без вести, и только теперь можно считать, что Великая Отечественная война для них закончилась. Останки неизвестных солдат, отдавших свои жизни за судьбу и свободу Отечества, торжественно захоронили в братскую могилу на гражданском кладбище хутора Коржевского. Мы здесь в каких-то 500 метрах находимся от легендарной голубой линии. Это была действительно линия жизни и смерти, где закреплённая 4000-я армия фашистов держала оборону, и наши солдаты неимоверными усилиями разбили этого жестокого врага и знали с нашей земли. Естественно, она полита кровью наших отцов, дедов, прадедов. Останки 32 погибших воинов поисковики нашли там, где гремели самые ожесточённые бои – на месте легендарной голубой линии в Славянском районе. Именно здесь, на реке Курка, недалеко от хутора Коржевского, шли самые кровопролитные бои за прорыв голубой линии. 15 дней сражались красноармейцы за реку Курка. На её берегах количество павших бойцов исчисляется десятками тысяч, и многие из них до сих пор остаются в кубанской земле. Большую работу проделали поисковики клуба. По полуислевшим пуговицам от нательного белья найдены вместе с останками воинов. Им удалось установить, что неизвестные солдаты – бойцы 62-й стрелковой бригады 9-й армии. Погибли приблизительно в мае-июне месяце 1943 года. На 15-20 метрах раскопано 30 человек, друг на дружке, по два, по три в одном окопе. Кто осыпался, кто лежал, кто присевший. Все бойцы Красной армии, при них были именно оставшиеся каски советского образца, бинтовки, мусина советского образца, боеприпасы. Почти в память погибших воинов минутой молчания возложили к братской могиле цветы и венки, брошены колья земли, пролиты слезы, отгремели прощальные орудийные залпы, отданы последние почести безымянным защитникам Отечества. Но жизнь продолжается, а значит, молодые парни и девушки, которые называют себя поисковиками, вновь и вновь будут искать неизвестных солдат войны, отдавших свои жизни за родину, чтобы погибшие бойцы обрели покой, и их имена появились на солдатских обелисках. Надежда Неткочева, Александр Косицын, программа «События».